Это программа «День с толком» В этом студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И опять перекрыли? На улице Аносова приступили к ремонту трамвайных путей. Полтора миллиарда рублей аграриям. Эту сумму обязана выплатить бывшая хозяйка изумрудной страны. Все идет по плану. Дети-боровихи начнут новый учебный год в отремонтированной школе. На среду обещают предприниматели закончить все работы. Сегодня в Барнауле начался ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина. Из-за этого будет перекрыт участок дороги на улице Матросова и улице Аносова. В эти дни изменится движение автобусов по маршрутам номер 6, 17, 24 и 53. Жителям города рекомендуют заранее выбирать маршруты для объезда. Движение трамваев при этом не изменится. Проезд будет закрыт до 19 августа. Но есть и хорошие новости. Сегодня утром водителей Барнаула ждал приятный сюрприз. Им не пришлось стоять в пробке на Зминогорском тракте в районе улицы Аванесова. Напомним, почти две недели назад коммунальщики в этом месте начали ремонт участка канализационного коллектора. Отремонтировать предстояло 224 метра. Работать начали 25 июля. Закончить изначально планировали 25 августа. В ежедневном режиме утром и вечером водителям личного и общественного транспорта приходилось стоять в этом месте от 30 до 40 минут. Как рассказали нам сегодня в пресс-службе Барнаульского водоканала, участок коллектора удалось отремонтировать раньше срока. Движение в обе стороны Зминогорского с сегодняшнего утра осуществляется по двум полосам. Напомним, что практически на том же участке работы ведут и дорожники. Но на данный момент движению транспорта их работа не мешает. Почти полтора миллиарда рублей должна будет выплатить бывшая хозяйка агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольга Антипина разоренным аграрием. В таком объеме были заявлены требования кредиторов предприятия, сообщает Банфакс со ссылкой на Крыво-арбитражный суд. Тяжбы ведутся уже несколько лет и в деле постоянно появляются новые нюансы. В частности, сейчас речь идет о предприятии «Тальменская Агро», входившее в холдинг «Изумрудная страна». Его признали банкротом еще пять лет назад. Известно, что предприятие оформило почти 143 миллиона рублей в кредит в Россельхозбанке, а рассчитаться не смогло. При таких обстоятельствах руководитель должен был подать иск о банкротстве компании, но не сделал этого. Теперь суд постановил взыскать 1 миллиард 400 миллионов рублей с бывших руководителей холдинга. Правда, наблюдатели оценивают вероятность возврата этих средств как ничтожную. В одном из бийских домов сразу с трех подъездных крылец сняли облицовочную плитку. Детективный клубок размотался довольно быстро. Демонтаж произвела управляющая компания, от обслуживания которой дом отказался. Собственники жилья уже назвали эти действия вредительством и даже обратились в полицию. А в управляющей компании считают, что просто вернули свое имущество. Марина Волкова разбиралась в ситуации. Мы вообще были все в шоке, потому что сам настоящий акт варварства, безобразия. Мы, в общем-то, были страшно удивлены. И ходить неудобно сейчас, потому что цемент под ногами. Бывает, что и скользим, хотя нельзя так. Рабочие управляющие компании сервиса СТК приступили к демонтажу облицовочной плитки как раз в последний день действия договора на обслуживание дома 102 по улице Разина. С работой управились за один рабочий день. Что уцелело под напором монтировок, вывезли. Обломки, не мудрство и обросили здесь же в дорожные ямы. Когда были выполнены работы, домком сказал, я ничего подписывать не буду. И работу воспринимать не буду. Вот акт выполненных работ, она его отказалась подписать. Соответственно, если она работы отказалась подписать, мы материал забрали. Но вы же не забрали материал. Материал валяется в лужу. Почему не забрали материал? Предка валяется в лужу. Ну, может, какая-то предка и в лужу попала. Но основной материал весь увезли оттуда. Директор правильщик компании сообщил нам, что за все время обслуживания этого дома, то есть за два года, все работы, произведенные здесь, выполнялись в аванс. Вот и облицовка крылечек также была сделана авансом. А так как дом уходит в другую управляющую компанию, работы оплачены не будут. Вот и решил вернуть свое имущество. Как стало известно, теперь эта плитка переедет на другой объект, обслуживаемый управляющей компанией. А вот жители Разина-102 теперь требуют навести в их дворе порядок и хотя бы убрать обломки. Однако Максим Казанин сообщил, что делать этого не собирается, так как с 1 августа этот дом больше не обслуживает. Обида, обида. Может, где-то отчасти обида. Ну, а почему нет? Обида, обида. Но с таким эмоциональным подходом, и следуя такой логике, управляющие компании при уходе домов начнут не только облицовочные плитки снимать. В ход пойдут новые окна, смоется краска со стен подъездов. Что там еще есть? Инженерка, лавочки, заборщики. Сами ставим, сами забираем. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Все идет по графику. В администрации Первомайского района оформляют документы на строительство новой школы в селе Боровиха. Есть шансы внести проект в краевую инвестиционную программу на 2019-й. Ситуация находится на контроле депутата Госдумы Александра Прокопьева. А пока решается вопрос со строительством новой школы. В Боровихе идет ремонт в старой. Строители обещают закончить работу уже через неделю. Подробности в сюжете. О том, что в Боровихе построят новую школу, заговорили более пяти лет назад. С тех пор и перестали ремонтировать старую. Лишь пару недель назад здесь начался столь необходимый зданию ремонт. Вот так выглядел пол в спортзале раньше. Сегодня все изменилось. Гнилые доски заменили, все обработали антисептиком. Осталось покрасить и установить плинтусы. На той неделе уже закончатся все необходимые работы, которые первоочередные. Они будут закончены. Это крыша, пол закончили. Отопление тоже закончится. На среду обещают предприниматели закончить все работы. Самое главное и проблемное место – крыша. Здесь частично поменяли стропила и кладут новую кровлю. Это заберет большую часть финансирования. Всего на ремонт здания уже заложено 750 тысяч рублей. Администрация района выделила 400 тысяч. А депутат Государственной Думы Александр Прокопьев дал школе 350 тысяч. Также решается вопрос о выделении еще порядка 60 тысяч рублей предпринимателями села. А пока ремонтируют старую школу, готовятся к строительству новой. Уже определен типовой проект будущего здания. Она будет рассчитана на 550 учеников. Мы на сегодняшний день делаем все возможное, чтобы объект попал именно проектированием уже на текущий год, на 2019 и уже с последующим строительством 2020-2021 год. Есть план подготовки, прохождение инстанций, в том числе сбора документов. Сейчас работа всеми заинтересованными структурами ведется. Часть документов уже передана в министерства краевые. Все заинтересованные министерства и ведомства края вовлечены в процесс подготовки строительства. В том, что новая школа в Боровихе необходима, убежден и губернатор Виктор Томенко. А пока решается этот вопрос, подходит к завершению ремонта в старом здании. Уже 1 сентября дети села сядут за парты в школе, в которой не нужно будет бояться проливных дождей, как прежде. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. А между тем, Барнаульская администрация готовится ко дню города. К 289-й годовщине Барнаула подготовили праздничное оформление на эскизах плакатов «Барнаул театральный». Сцены спектаклей на фоне театров, в которых их играют. Это оформление разместят на рекламных конструкциях и фасадах зданий. Наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы узнать, нравится ли это оформление барнаульцам. Администрация Барнаула тут такие плакаты разработала прекрасные в честь Дня города. Можете посмотреть. Посмотрите, расскажите, как относитесь к ним. Нравятся они вам или не нравятся? Ну, театральный, с днём рождения, город. Лучше на дружке. Ну, в принципе, интересные. Яркие, красочные, красивые. Нравится. Почему? Ярко все. Красиво. Можно развешать. Яркие, красивые и как бы такой ностальжи о прошлых временах. А Барнаул театральный-то, а? А, а я думал, ещё год города, сколько городу лет не исполняется, не указано, да? Вот это можно было указать для народа. Единственное, чтобы это не отвлекало водителей от дороги, скажем так, вот, как бы пожелание не так ярко, а для простых обывателей более чем замечательно. Либо фотографии разных мест города, город изменился, похорошел, можно показать. Либо это было бы связано, наверное, с темой детей. В эти дни, 30 лет назад, в российский обиход вошло заграничное слово «фермер». На смену коллективным хозяйствам, колхозам снова пришли частники. Сегодня более 200 тысяч алтайских земледельцев и животноводов принимали поздравления, получали заслуженные награды, делились воспоминаниями и нынешними проблемами, рассказывает Илья Кочетков. Владимир Пришвин из Барнаула – первый фермер Алтая. Он вспоминает, решил пойти в частный агробизнес еще в 1989 году. Говорит, тогда по всей стране, тогда еще Советскому Союзу, фермеров можно было пересчитать по пальцам. По стране уже в Прибалтике фермерство начиналось, в Подмосковье что-то начиналось, архангельский мужик был арендатор по животноводству. Сразу занялся я, как и хотел, производством плодовых ягод. Спахал землю, значит, нарезал борозды и в 1989 году уже посадил 3 гектара облепихи. Ею он и занимается три десятка лет, а еще экзотическими для наших широт абрикосами. Говорит, нисколько не хуже южных. Сергей Горлов из Косихинского района с 2004 года занимается растениеводством. Признается, тогда жизнь фермера была во многом проще. Дешевое дизельное топливо, большие государственные субсидии. Теперь порой приходится затягивать пояса. Скажем, удобрения в сравнении с 2004 годом подорожали в 8-9 раз. Топливо, соответственно, подорожало в 7-8 раз. Ну, зарплаты больше надо платить и все остальное. Вполне логично. А цена на зерно, она, в принципе, изменилась в полтора раза всего. Но, говорят фермеры, для того, кто работает на земле, трудности – обычное дело. И даже несмотря на них, сегодня в крае работает 4,5 тысячи хозяйств. Многие фермеры говорят, один из способов борьбы с трудностями – это постепенное объединение нескольких хозяйств в более крупные. И, возможно, еще через 20-30 лет, отмечая 50-летний юбилей фермерского движения, они будут вспоминать и нынешние непростые времена с ностальгией. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Если нужна более подробная информация, звоните по номеру 722-440.